Всем бонжур! Меня зовут Полина, с вами Читалочка, и никогда бы не подумала, что я буду бояться женщин. Я решила объединить свои рассказы о книгах, которые, как говорят, для девочек, хотя я считаю, что они для всех, в одно видео. И все эти книги связываются не только тем, что они как бы про феминизм, как бы про великих женщин, они были изданы на волне тренда на феминизм в 17-18-19 годах. Но начать этот ролик мне бы хотелось с цитаты, которая принадлежит мужчине, Дэвиду Фостеру Уоллесу. Я бы рассказал вам все, что вы захотите, и даже больше, если бы то, что я говорю, было равно тому, что вы услышите. Говорить в сегодняшнем мире вообще бывает достаточно страшно, и не только женщине, коей я, кстати, являюсь, так что имейте в виду, не пишите мне всякую хрень в комментариях, иначе я смогу обвинить вас в мизогинии, в сексизме. В общем, я научилась, как вырывать фразы из контекста, так что я вооружена. Но суть не в этом. Просто действительно в нашем сегодняшнем мире существуют довольно-таки острые темы, которые вызывают неоднозначную реакцию, и чаще всего вызывают агрессию просто из-за личной неприязни, просто из-за плохого настроения, просто из-за того, что что-то было не так услышано, и так далее, и тому подобное. Но вот что касается конкретно агрессии, я эту штуку, ну, вообще не люблю. Я не люблю агрессию, не люблю радикальные взгляды, и, как правило, все эти вещи, они застилают людям глаза, и подобные слепые умозаключения, ну, у меня обычно не вызывают ничего, кроме усмешки. Поэтому никогда я не стану сторонницей радикального или агрессивного феминизма. Никогда я не полезу на баррикады под, не знаю, плакатом, что все мужики насильники, просто потому что, опять-таки, я не люблю обобщений, и конкретно эту фразу готова оспаривать без конца, безгранично, потому что, что значит все мужчины насильники? Вы извините, но вы сейчас моего мужа обвиняете в насилии или что? Ну, как бы, я знаю мужчин прекрасных, адекватных, умных, разумных мужчин, и, как бы, если радикальные феминистки не знают таких мужчин, ну, как бы, что я поделаю? Все современные тренды и движения, как бы нам не хотелось это отрицать, завязаны на маркетинге. И вот нам продают книги, целую стопку книг, которые должны научить женщин быть женщинами с большой буквы. Что мне, опять-таки, подчеркиваю лично, мне кажется странным. Пожалуй, тут самое время сказать такую дурацкую фразу, как «мне повезло». Мне повезло родиться среди тех людей, которые никогда не угнетали, никогда не насиловали, и всегда относились к женщинам с большим уважением. Иными словами, я росла при матриархате, и, пожалуй, это в большей степени сформировало мое отношение и к феминизму, и к каким-то определенным современным трендам. И мне как бы было норм, мне и сегодня абсолютно нормально ощущать себя в мире, даже несмотря на то, что я изучила различные работы, некоторые догматы феминизма, некоторые истории о суфражизме и развитии движений за прав женщин. Но действительно, мне абсолютно нормально воспринимать весь тот пласт истории, который действительно можно подписать определенными маркерами угнетения и унижения. Я торжественно клянусь, что совсем скоро начну говорить о книгах. Просто мне хочется обрисовать такую достаточно простую вещь. Я не люблю, когда люди живут прошлым. Поверьте, я сама так делала большую часть своей жизни, и ни к чему хорошему это не приводило. Поэтому сегодня я могу поддержать только тех женщин, которые адекватно добиваются своих целей, а не просто обобщают вековые обиды, носят их с собой у котомкой за спиной, и страдают под грузом этих знаний, вспоминают, не знаю, Джона Харви Келлога и его эксперименты над клитором. Ни этот говнюк, ни вы говнюки вонючие там в зале! Я клитором командую! Опять-таки обобщая, что вот всем мужчинам дай право проводить экспериментом над женщинами, они будут этим заниматься. Нет, я могу поддержать любого здравого и адекватного человека, который умеет рассуждать, который умеет думать и, самое главное, делать. Делать нечто полезное, а не нести хаос и разрушение. Это касается абсолютно любого человека, поверьте, плевать на гендер. Плевать, что когда-то женщины не могли получать образование, ведь сегодня это уже как бы доступно. Просто бери и учись. Значит, нужно заниматься этим, а не вспоминать прошлое. И я тут даже могу позволить себе довольно пафосную фразу. Человечество должно учиться на своих ошибках, препарировать тело этих ошибок, изучить их и затем просто похоронить, а не водить экскурсии, показывая мертвое тело этой истории своим детям. Ну и теперь тренд на феминизм. Вы можете сколько угодно со мной спорить, что феминизм был всегда. Да, он был всегда, но все-таки тренд обрисовался именно в 17-19 годах. Я могу судить даже по комментариям и вопросам от подписчиков. Я что-то не припомню, чтобы в 2016 году мне так или иначе каждую неделю приходил вопрос, являюсь ли я феминисткой, как я отношусь к феминизму, как я отношусь к Никсель-Пиксель и тому подобному. Нет, это началось именно в 17-18-19 году. Хотя, кстати, уже в 2016 году некоторые люди агрессивно мне заявляли, что я, наверное, мизогин, что я, наверное, сексист, потому что я не люблю Джейн Эйр и, значит, я не люблю всех женщин. Опять-таки, нелюбимые мои обобщения. Ну, как бы, ладно, бывает. 17-19 год у нас с вами движение за права женщин в России набирает просто свои голоса, набирает свои обороты, обретает лица своих лидеров. И прекрасное издательство начинает издавать прекрасные книги, потому что, ну, потому что вы понимаете, как работает рынок, если есть спрос, то упускать предложение просто было бы, ну, неправильно, невыгодно. Невыгодно лучше, да. Ну и, наконец-то, о книгах. Начну я с Павла Басинского и с его книги «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконова». Я вам про эту книжку уже рассказывала, даже поставила на неё своеобразное клеймо, «Лучшая книга 2018 года». Её обязательно стоит прочитать, пожалуй, всем, опять-таки всем, не только женщинам, мужчинам в том числе. Не нужно разъединять литературу по гендерному признаку. Павел Басинский рассказал нам историю женщины, которая для нашего с вами русского феминизма, наверное, является одной из ключевых, потому что Лиза Дьяконова – это как раз та женщина, которая занималась вопросами женского образования тогда, когда оно ещё было нам недоступно. Поэтому я не буду сейчас сильно акцентировать на ней внимание. Подробный рассказ вы можете посмотреть в отдельном видео. Следом я хочу рассказать про пачку, если это можно так назвать, комиксов. Ну, относительно комиксов, потому что «Сказки на ночь» от юных бунтарок – не совсем комиксы, но, однако, эти две книги собраны редакторами именно с точки зрения настоящего. Тут не только те женщины, которые когда-то в прошлом помогли женщинам осознать, что они молодцы. Нет-нет, здесь также есть даже Бейонсе. Ну, как бы вы сами понимаете, что Бейонсе для современного мира тоже уже является культовой персоной, но «Сказки на ночь» – это хорошо. Это очень краткие истории, которые рассказывают нам про женщин, которые были музыкантами, художниками, учёными, политиками. И в этом плане, конечно же, эта книга, наверное, просто должна работать на вдохновение. Это просто голые факты, голые истории, которые могут помочь, и опять-таки могут помочь не только женщинам поверить в себя, стать сильнее. Нет. Это действительно те истории, которые могут помочь и мальчикам в том числе, потому что «Сказки на ночь» для юных бунтарок – это просто собрание историй о великих людях. Не будем, опять-таки, углубляться в то, что это книги конкретно для женщин. Нет. «Сказки на ночь» для юных бунтарок вообще издавались с помощью краудфайдинга, и 70 стран мира в итоге получили эти книги в свои читательские лапки. Многие родители писали издателям, что вот да, эта книга станет первой покупкой для их дочерей, что вот эта книга может вселить уверенность для вас, и так далее, и так далее, и тому подобное. Главная моя претензия к «Сказкам на ночь» для юных бунтарок – это то, что издатель сам проводит эти гендерные различия и говорит, что эти книги только для девочек. Нет. Это не так. Поверьте, истории о сильных женщинах могут вдохновить и мужчин. Я абсолютно в этом уверена, и мне бы очень хотелось, чтобы так думали и мои читатели. Так что просто две вдохновляющие книги, два вдохновляющих тома историй о реально существовавших людях, которые могут вдохновить и людей сегодняшних. А вот «Дерзкие пенелопы божье» тоже вам уже рассказывала про эту книгу. Это уже конкретно комиксы, очень классно нарисованы, очень полное собрание, опять-таки, вдохновляющих историй, в том числе и какие-то факты, какие-то вещи для вас могли быть неизвестными до прочтения этой книги. Но, впрочем, я уже знаю, что многие из вас эту книгу себе приобрели, прочитали, вдохновились. Так что я рада, что так она и работает. Даже знаю мужчин, которые приобрели эту книгу, и всё у них хорошо. А вот «Плод познания» Лива Стрёмквист, 18+, книга содержит нецензурную брань, о чём нас сразу предупреждает издатель. Лив Стрёмквист, авторка комиксов, ведущая радиопередачи и подкастов. Тут так и написано, хотя слова «авторка» вроде как ещё не существует. Что касается феминитивов, это вообще тема для отдельного видео, больше связанная с современным русским литературным языком, поэтому сейчас на этом я не хочу заострять внимание и также прошу не начинать сразу какой-то дикий ор в комментариях. «Плод познания» — это, к сожалению, пример плохой агрессивной феминистической литературы. Я не могу сказать, что фу-фу-фу, это было неинтересно. Это было интересно, но мне, как человеку, который, опять-таки, я подчёркиваю, не любит агрессию, было не очень приятно читать этот комикс. Хотя он, безусловно, содержит много интересных фактов, и в том числе о женском теле. Ну, не в том числе, он в принципе этот комикс о женском теле. Но, к сожалению, когда история сразу начинает нам, опять-таки, то, о чём я говорила в начале, здесь автор сразу даёт нам примеры из истории, когда мужчины унижали женщин, когда проводили над ними эксперименты, в том числе как раз уже упомянутый мной товарищ, господи, забыл его фамилию, Джон Харви Келлог. Ну, как бы, знаете, вот в истории шарлатанства также описаны и те опыты, которые проводились над мужчинами, которые часто трогали себя, любили мастурбировать, и как бы, а здесь этого нет. Зачем такой однобокий взгляд на историю, опять-таки? К сожалению, плод познания я бы не рекомендовала, не рекомендовала просто потому, что это слишком агрессивно. Не нужно воспитывать в людях, в женщинах, в мужчинах агрессию. Не важно, опять-таки, не важен гендер, давайте не будем воспитывать агрессию. Теперь Чимаман Дангози Адичи. Пара её книжек, обе тоненькие, очень тоненькие. Вы should all be feminist и её манифест. Чимаман Дангози Адичи — это современная такая фигура для мира. Я, опять-таки, не хочу углубляться для женщин или для мужчин, для всех. Это фигура, которая, по сути, является лицом, пожалуй, современного феминизма, но при этом есть ещё один небольшой нюанс. Это цвет её кожи, который также сказался на её детстве, сказался на её собственном восприятии, в каких-то феминистических нотах в современном мире и в том мире, когда она росла. Что касается вот этого, тут заявлено, что это дискуссия о равенстве полов, но по факту это получается просто нечто похожее на лекцию, и, насколько я помню, это как раз-таки и является просто бумажным изложением её лекции TED. И, к сожалению, мне не понравилось. Вы можете орать сколько угодно, но это же ни о чём. Я не знаю, то ли я такая вся дохера продвинутая, но мне показалось, что... А что в этом нового? Ну, как бы, да, простые истины, которые издали в бумажном виде, которые можно посмотреть в интернете, но, опять-таки, всё это такие простые истины. Я, наверное, слишком редко действительно общаюсь с людьми, и, наверное, это хорошо, потому что я несколько не подпортила своё впечатление о людях, но, в целом, мне хочется верить, что и так все прекрасно это знают. Хотя, да, я знаю, что это не так, у меня есть Twitter, я наблюдаю это в интернете, но всё-таки большая часть людей адекватная. Я хочу в это верить, я буду так думать, и вы не вправе меня разубеждать, пожалуйста, не надо. Книжка, да, она красивенькая, она симпатичная, но в чём суть? В чём суть? Просто в очередной раз подчеркнуть, что мужчины это плохо? Просто в очередной раз напомнить нам о том, какие мы сильные и независимые? Я не знаю, может быть, опять-таки, я и так самая достаточно сильная и независимая, и мне не нужны никакие чумомандынгозиадичи, чтобы об этом помнить. Как мне кажется, что вот некоторые из изданий, которые я вам сегодня показывала, они не направлены на будущее, о чём я говорила. Они направлены на прошлое, они направлены на разжигание определённой агрессии к мужскому полу, они не совсем о равенстве полов, просто это не так. Сегодня женщина может иметь то, что она хочет, поверьте, я знаю по себе. Поэтому, честно скажу, я вот прочитала эти две книжки, там, за час, наверное, от силы, потому что они читаются очень быстро, и забыла, потому что либо они были настолько параллельны с моим собственным восприятием феминизма и тому подобного, но просто, просто, к сожалению, ни о чём. Чтобы у вас тоже сложилось полярное мнение, чтобы вы не только такие посмотрели, а Полина сказала, что это не очень, и как бы окей, посмотрите ещё ролик как раз Ани Рейнбул Мол, который так и называется «Книги для девочек». Да, не только девочки умеют читать «Давайте не будем унижать мужчин, называть их насильниками» и тому подобное. Короче, показала, рассказала, не моя тема, не моя, к сожалению, абсолютно. Мне очень сильно понравились вот эти вот истории, именно потому что они вдохновляют. Я знаю, что найдётся много недовольных этим роликом, но всё же. Будем людьми, неважно, вне зависимости от гендера. Давайте будем людьми, а не животными, давайте не будем гавкать друг на друга в комментариях. Не буду призывать вас подписываться на канал, просто смотрите те ролики, которые вы ещё не смотрели. Ну и будем с вами дальше читать вместе.